По информации оперативного штаба сняты некоторые ограничительные меры, в их числе проведение культурно-массовых мероприятий. Более двух месяцев в республике действовали ограничения, и это благоприятно сказалось на эпидемиологической обстановке. На данный момент наблюдается тенденция уменьшения числа больных. В инфекционной больнице 63% свободного коечного фонда. Выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией всего 11. Это значительно меньше, чем двумя неделями ранее. «Выявлено 11 случаев с положительным результатом. Суточный темп прироста у нас уже практически весь декабрь составляет 0,11%. Просто для сведения он не должен превышать больше 1%. Коэффициент распространения инфекции у нас составляет 0,7%. Опять же, для того, чтобы понимать в норме, он должен быть не более 0,5%. Но мы практически уже приближаемся к норме. То есть, вот эти показатели, о которых я сказала выше, дают нам возможность уже пойти на снятие некоторых ограничений». Стабилизировавшаяся ситуация повлияла на решение оперативного штаба касательно работы объектов общественного питания. Разрешается проведение торжеств в обычном режиме. Несмотря на значительный спад, лаборатория работает в штатном режиме. Ежедневно проводятся ПЦР-исследования. Санитарные врачи тесно работают с российскими коллегами. На дня в республику прибыли представители Ставропольского противочумного института. «Не первая группа специалистов, которые приезжают к нам в Южную Осетию. И нам они оказывают материально-практическую и техническую помощь. За что, конечно же, мы бесконечно благодарны. В первую очередь главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой и директору Ставропольского противочумного института Куличенко Александру Николаевичу». Вместе с тем рекомендовано соблюдение всех необходимых санитарных правил, чтобы после новогодних праздников резко не ухудшилась ситуация. Яна Плеева, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня.